Престольный праздник отметил князь Владимирский храм в Клетне, единственная в Клинцовской епархии церковь в честь святого великого князя, оставившего глубокий след в истории российского государства. О церкви в честь крестителя и просветителя Руси наш следующий сюжет. До 1981 года в поселке Клетня был деревянный Владимирский храм, возведенный в начале 19 века. Старая церковь сгорела и нынешняя была построена уже на другом месте. Возведение Дома Божия было начато в 1982 году. Жители поселка отмечают, что с появлением храма в селе постепенно менялась атмосфера. Храм стал духовным центром, люди спешат сюда для укрепления своей веры в надежде на помощь Божию. И мы, клетнянцы, получили возможность для духовного и нравственного восхождения. И всегда посещаем этот храм с любовью, молимся за родных и близких. А если мы будем духовными, то и понятно, что нравственными, и сохраним свою нацию и свою цивилизацию. Без этого нет возможности нам любить без храма, молиться за родных и близких, радоваться. И в такой день прекрасный хочется всем прихожанам пожелать этой радости. За труды введения и распространения веры князь Владимир именуется равноапостольным. Ведь его благовестие о русской земле церковь сравнивает с благовестием святых апостолов. В Херсонесе произошло не только крещение Владимира, но и его венчание с византийской принцессой Анной, которая переехала в неизвестную страну, чтобы утвердить ее в христианстве. И вот если наш народ сохранит православную веру, сохранится и сам народ. А если будет равнодушным и будет пренебрегать верой православной, тогда и не сохранится наш народ. Вот почему важно так хранить веру, которую принес на нашу землю святый равноапостольный великий князь Владимир. Мы благодарны ему как своему отцу и просветителю. И одновременно молимся к нему с просьбой, чтобы он укрепил всех наших вере, сохранил наш народ и всю нашу страну. Крещение Руси стало и началом становления новой русской культуры. Вместе с верой на Руси началось распространение грамотности и книжности, развитие иконописи и других форм искусства.